Друзья, привет! Давно уже подписан на страницу в инстаграме, которая называется World Without Filter, то есть слова без фильтра. Советую на нее тоже подписаться. Это израильская страничка, в которой каждый день постят какие-нибудь фразы дня. Кому-то это может показаться слишком очевидной фразой, но это очень классные фразы для практики иврита. И вот сегодня я наткнулся на такую фразу, поделился ею в сториз, и она идет следующим образом. То есть это случится тогда, когда ты перестанешь заниматься, но имеется в виду занимать себя, вопросом, когда это случится. И обратите внимание на то, как там написано, это случится тогда, когда. И конечно же здесь можно было заменить это просто союзом кше, именно союз когда. То есть это произойдет, когда ты перестанешь. Вместо кше можно использовать ка-шера. Но обратите внимание именно на эту связку. Матай, ше, тогда, запятая, когда. Поэтому я всегда советую своим ученикам, на случай, если вдруг вы забыли союз когда, то есть союз кше, и случайно вставили в вопросительную форму слова матай, но хотели сказать союзом когда, то тогда обязательно добавляйте ше. Например, я хочу сказать, когда я здесь был, здесь вас не было. Я начинаю свою фразу, и вдруг я забываю, что нужно сказать кше аити. Я говорю матай, бум, вставили ше. Матай, ше, аити. Тем самым вы превратите в вопросительное слово когда в союз тогда, когда. И это происходит не только со словом матай, я могу также сказать туда-куда, а на иврите ле-ан, ше. Только в русском языке вначале мы говорим словом туда, а потом в вопросительную форму куда, туда-куда. На иврите наоборот, куда, а потом ше. Например, я пошел туда, запятая куда, все пошли. То же самое можно сделать с вопросительным словом эфо. Эфо это просто где. Эфо, ше, это уже будет связка там запятая. Где это находится, там где и так далее. За немца, эфо ше, а парк немца, это находится там, где находится парк. Вывод. Мы можем взять вопросительное слово, добавить к нему частицу ше и превратить это в союз. И если вы забыли союз когда, союз кше, то можно просто говорить матай, ше, и это уже не будет ошибкой. Но точно не говорить просто словом матай. Я часто слышу матай, аити катан. Нет, матай, ше, аити катан. Тогда, когда я был маленьким. Или кше, кше, аити катан. На этом все, друзья. Если эта информация была полезна, ставьте лайки, делитесь этим роликом, с тем, кому он будет также полезен. С вами был Тимур.